Я очень Богу благодарна за этот прекрасный день, что мы с вами имеем такую возможность на сегодня собраться вместе. Знаете, вы помните, у нас так бывает память немножко короткая, да? Совсем недавно мы не могли собираться. Мы не знаем задумки, какие ещё что грядёт. Поэтому сегодня есть время, и это время нужно ценить. Потому что уже время показало, что не всегда мы можем собраться вместе. И это приятно, как Давид говорит, о чём он просил. Он говорит, чтобы пребывать в Доме Господнем. Вот это самое главное. Потому что когда мы собираемся все вместе, а это такое особенное место, понимаете? Здесь уже так, как говорят, намоленное. Приходишь сюда, и даже усилий не надо прилагать. Просто надо отключить свою говорящую голову, свои страхи, всё оставить. И настроить себя для того, чтобы услышать Слово от Господа. Не фантазии, а Слово от Господа. Потому что одно Слово только, оно меняет всю историю нашей жизни. Одно Слово. Он говорит, скажи только Слово, и выздороветь, слуга мой. И знаете, я думаю, каждый из нас переживал, когда мы находимся в таком тупике. Кто-то был в тупике? Вот таком прям, вот всё, нету. Вот ты в тоннель попал, да, и ты не видишь конца этого. И кажется, ну всё. И одно Слово только, оно проливает свет, оно даёт жизнь. Слово от Бога – это путь. И там написано, что Слово твое – это светильник ноге моей. То есть мы не можем с вами тогда блуждать. Поэтому Слово делает нас сильными, верующими. И наша вера-то с вами растёт. Не от ощущений, а от Слова Божьего. Но что важно для нас? Важно уважать Слово Божье. Я вот сегодня вам ничего нового не скажу. Абсолютно. Я вдруг понимаю в последнее время, что самые, казалось бы, банальные вещи, которые мы уже по две тысячи, а может, десять тысяч раз уже слышали. И вдруг они начинают оживать. Вдруг я начинаю понимать, что они настолько... Это основа вообще нашей жизни, нашего успеха, всех благословений. Это когда мы проявляем послушание и уважение. И Слово Божье много говорит для тех, кто боящийся Господа. Какие обетования нас ожидают? И я хотела как раз сегодня... Сегодня ещё у нас праздник десятин. Я хотела сегодня поговорить о нашем мышлении. И тема моей проповеди – «Думай, о чём думаешь». Вот сейчас, пока сидишь, подумай, о чём ты думаешь. Типа я пришёл Слово Божье слышать. Но вы знаете, что интересно, оказывается, о мысли, которые приходят к нам? Я уже читала, не знаю, каким образом учёные установили. Там разные есть данные. Но скажу вам, что в день более шести тысяч мыслей приходит. И мы их с вами не отслеживаем, правда? И большая часть из них повторяется та, о которой ты вчера думал. И чем больше ты их повторяешь, повторяешь, поэтому говорят, как ты мыслишь, так ты и живёшь. Я стала отслеживать. И думаю, это же правда. Ведь понимаете, что ничего в нашей жизни не происходит вот так. и со мной случилось. Нет, это неправда. Значит, знаете, как, по-моему, Спержин или кто-то из служителей сказал, говорит, мысли – это как птицы. Вы знаете, они пролетают, пролетают, пролетают в стае. Но не позволим свить гнездо. Другими словами, если сказать, знаете, мыслей много у нас, но не позволят. Они вот здесь, в голове. Почему я говорю, говорящая голова? Она так умеет говорить. И вот, если так отследить, у нас же вот мысль, даже когда молитва начинается, вот ты молишься и перескакиваешь, оттуда, оттуда, вот скачешь вот так вот. Потому что мысли, мысли, мысли идут. Потом, пока молился, прощения просил, потом уже и осудил того, кого простить хотел. Ну, короче, мы способны на всё. Наш вот этот мозг, да, он способен, не знаю, столько тебе давать вот этих мыслей, мыслей, но самое главное – не позволить. Это как семя. Этому семени вот туда упасть и прорасти. И как только оно прорастает в нас, вот здесь от мыслей появляются поступки. А за поступки мы с вами несем ответственность. За мысли мы не несем ответственность. Мысли нас всякие посещают. Согласитесь. Мы же сейчас сидим все святые. А у каждого есть такие... Иногда сидишь, проповедь слушаешь, да, и что-то засмотрелся, и себя поймал на какую-то дурную мысль. И думаешь, о-о-о, господи, о-о-о, господи. Да не господи. Мысли будут приходить. Главное – надо отслеживать. Думай, о чём думаешь. Просыпаешься утром. Какие мысли у тебя идут? Днём ходишь. Какие мысли? Почему вдруг ты к вечеру, да, смотришь – злой? А ты просто не отследил, что мысли тебя посещали. Негативные мысли. И, как правило, вы знаете, что мы очень негативны. Вот согласитесь. Если тебе поступил звонок, ну, скажем, в 12 часов ночи или в час ночи от твоего ребёнка, да, не имеет значения, ну, от взрослого ребёнка, да, и вот он тебе в 12 или пол первого звонит, такой, мама, какие у тебя мысли сразу? Главное не только, уже и чувства сразу. Ох, всё, обрывается. Что случилось? Такой уже. Мама, ты знаешь, я здесь что-то думала. Быстро говори, что случилось. Потом будешь продумания свои говорить. Да, мам, мне всё нормально, просто вот, фу. Никогда меня не пугай. Конкретнее можешь говорить, что ты хочешь, а не надо, что ты подумал. Пока ты думал, у меня уже, знаешь, сколько мыслей пришло? Что уже хоронить кого-то надо, понимаете? Вот. Мы всё время аккумулируем, у нас постоянные мысли. Вот я как-то занялась отслеживать и думаю, вот откуда приходит плохое настроение? Вот просто элементарная вещь. Начни отслеживать. Ну, например, там какой-то человек причинил тебе зло. ты уже так вроде его уже забыл, уже там пытался простить, вроде типа всё нормально. И идёшь. И вдруг встречаешь человека, похожего на того человека. Не отследил мысль, сразу она зацепил и напомнил того человека, которого ты пытался простить, потом уже решил его вычеркнуть из списка, потом, пока его физиономии не видишь, всё хорошо. В общем, жить можно. И вдруг он тебе напомнил. И что это мысль? Мысль одна порождает другую мысль. Ах ты, смотри, засранец, как же он подло со мной поступил. И понеслось, понеслось, понеслось. И не дай Бог, к вечеру на самом деле он появится. Ну, тогда уже всё. Мы говорим себе, ой, я не знаю, как это я сорвался, вот как я сказал. Нет, мысли. Мысли. И знаете, Писание почему говорит нам? Писание нам говорит, чтобы мы наблюдали, чтобы мы были включены в свою жизнь и в свой процесс. Чтобы мы, откинули иллюзии в своей жизни и начали заниматься. Вот что говорит Тимофея? Первая глава, четырнадцать... Ой, Первая Тимофея, четвёртая глава, шестнадцать стих. Он говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасёшь, и слушающих тебя. вникай в себя. Это говорит о том, что, знаете, не просто, как говорят, ой, ковыряться в себе, ковыряться. Да дай Бог, чтобы мы ковырялись в себе. Так мы же ковыряемся в ближнем. Даже так написано. Ты, говорит, увидел сучок у брата твоего, и лезешь, идёшь своим пальцем, сейчас я пинцет возьму, вытащу. А он говорит, эй, обратись к себе и посмотри в зеркало, а там бревно в твоём глазу. Вот прежде, чем ковыряться где-то, у себя очисть, очисть себя. Убери это бревно от своего глаза, а потом подумаешь, стоит ли ковыряться у другого. Потому что, когда мы спасаем себя, мы способны своим примером показать кому-то, что у него тоже есть проблемы. И нам уже не нужно говорить. Нам нужна жизнь. Знаете, я сегодня не буду говорить, но я очень много на тему благодати размышляю. Потому что эта тема, она как-то написана, что мы по благодати мы спасены, независимо от закона явилась благодать Божья. И как-то эту благодать некоторые преломили, что это вседозволенность. И потому, когда ты слышишь о благодати, у многих уже сразу такой антагонизм, да? Что? Да, да, благодать. Но, знаете, благодать, она же многоразличная. Это целая наука. Говорится, чтобы благодать не была тщетно принята нами. Значит, бывает и тщетная благодать. Она дана, а ты ее не использовал. Тщетно она тебе дана. И я как-то остановилась в одно местописание, вот совсем недавно, мне пролилось свет. Я поняла, что, оказывается, мы с вами не все живем под благодатью. хочу вас вдохновить. Потому что у нас есть благодать, которую мы не используем. Вот в чем суть. То есть человек, вот что я вычислила для себя, человек так устроен, он ловит обочины все время. Ну, я помню такая хорошая песня про обочину. Помните, была постановка у пастора Алексея, и там такая песня. Обочина не для тебя. Вот понимаете, мы то одну обочину, то в таком законе живем, да, и сидим, сдавливаем пружину, ненавидим. А вот вы говорите, будь благословенный, так и... От злости трясешься. Это одна обочина, потому что там же катапульт есть, да? И как только вот это давление создается, как тебя выстрелит, и у тебя благословение такой рекой пойдет, что человек будет смотреть и удивляться. И вторая есть обочина. Это вот эта вот благодать, что бы я ни делал, все нормально, я спасем, ничего я потерять не могу, ничего... Да все можно потерять. Если мы в жизни все теряем, мы так же и духовно потеряем. Потому что из невидимого происходит видимое. Все, что мы видимое переживаем в жизни, это все работает в духовном мире. И вот это еще одна обочина. А что Иисус сказал? А Иисус говорит, я есть путь. То есть я не обочина. В обочине вы меня не найдете. Я есть путь. Истина и жизнь. И когда ты балансируешь свою жизнь, это как с автомобильным сравнением, поменял колеса с зимы на лето, а балансировку не прошел. И вот едешь, и оно вот так трясется. Вот так наша жизнь, в турбуленции, в турбуленции. Но когда балансировка, мы начинаем понимать. Мы вникаем в себя. А что такое у меня штормит? Потом, а что учение говорит на эту тему? Я злой. Мысли пришли. Мысль пришла, ты ее принял. Она начинает свои плоды производить. И вот этих мыслей ты уже начинаешь задыхаться. отношения, отношения. Мы же их разрушаем. А как созидать отношения? Это контролировать свои мысли негативные. Они приходят, ты сразу их оборчешь. Не-не-не. Я буду работать. А что говорит Писание? А Писание говорит, каждый почитает ближнего выше себя. И знаете, вот это то, что делает, если мы так занимаемся, работаем, то мы идем путем. Боже, чем. И мы точно с вами имеем гарантию, что мы будем с ним. Потому что на самом деле люди живут в таком большом обмане, в религиозном обмане. Но время сегодня, когда мы говорим о том времени, в котором мы живем, я очень много пророчий слушала на 24-й год. И везде Бог говорит, Дух говорит церквам, займись своей жизнью. Хватит играть в игры. Хватит. Когда я говорю благословлять врагов, я не шучу. Я правда говорю. И вот тогда, если сегодня мы не позаботимся, тут она откроется. Вот тогда будет отделить козлов от овец. А почему я здесь этот козел, да? Ну, а ты же не слушал мое слово. Я тебе говорил, благословляй врагов, а ты рога выставлял и говорит, вон Иисус плед брал и выгонял из храма. Нет. Выгонять он может. Но когда он висел на кресте, что он сказал? Прости им, отче, ибо не знают, что делают. А на нас посмотрели не так. Оскорбительное слово сказали, мы уже пыхтим, пыхтим и пошли, и пошли. И мы в мыслях, в своих мыслях вынашиваем злобу. И Писание много говорит о том, как наши мысли влияют на наши действия. Страх посетил, мысль такая. Пау! Принимаем мы ее и что? И начинаем жить в этой, эту мысль. Еще проживаем, еще проживаем, еще проживаем. А потом эта мысль дает нам ощущение, и мы теряем основание. Страх. Но если мы культивируем божественные, то, что Бог сказал, Его Слово, если мы работаем над своим настроем души, мысль пришла дурная, а ты говоришь, нет, я ребенок Божий. Бог, ты мне сказал, что не заботься о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботиться о тебе. О, сейчас я бы услышала как это возможно. Я не знаю, но я так вот решила не заботиться. Пусть правда завтрашний день заботиться. Я даже не предполагаю, что завтрашний день какие мне сюрпризы принесет. Кто-то из вас знает? Ну, ты запланировал, конечно, да? Но может все наоборот пойти. И тогда мы кричим, не мой день, что-то случилось. Запомни, ничего случайного нету. Особенно, если ты в завете с ним. Ну, нету ничего случайного. Все только для того. И это не против нас, а все для нас, чтобы мы научились жить. И вот смотрите, про благодать я чуть вернусь. Я пока работаю над этой темой, но я вам брошу, чтобы вы тоже размышляли. И думаю, вот откуда проблема у человека? Только из-за непослушания, правильно? Что Бог говорит? Написано, Писание говорит, Бог гордым противится. И я вдруг осознала, что все проблемы в моей жизни, в реакции на человека, вообще в отношениях, только из-за гордыни. У нас с вами великая гордыня. Такая великая гордыня. И она, эта гордыня, настолько маскируется, она маскируется под смиреномудрием, под святостью, под там еще какими-то такими добрыми вещами. Но все это гордыня. А Бог гордыни противится. И представьте, написано дальше, а смиренным дает благодать. И вдруг у меня озарение. Я поняла, что не все мы под благодатью живем. И если ты смиряешься перед Богом, вот здесь приходит благодать. Для чего? Чтобы тебе жить. Потому что благодать – это не что-то, что свалилось. Благодать дается, если у тебя есть призвание на какое-то служение. Бог равно на это избрание для этого служения, у Него есть благодать, чтобы ты смог это осуществить. Если ты, Бог дает нам честь, строить семью, рожать детей, есть благодать, чтобы вырастить этих детей и не изуродовать. Много сегодня вопросов задают. Как воспитывать детей? И знаете, что я поняла? Не детей надо воспитывать, родителей. Родителей. нам надо воспитание, нам надо меняться, потому что дети делают точно то, что делаем мы. Все. Ты делаешь это, и ребенок делает. Ты на него орешь. И он, когда ты его злишь, он тебя, заорал на тебя. Я вот никак не могу понять. Представьте, это все мышление, искаженное мышление, мышление, которое сформировалось под давлением лжи, гордыни нашей. Вот, вот такое мышление. Какое ты имеешь, ты засранец, какое ты имеешь право рот свой орать на родителей? Вопрос, откуда он научился? И еще вопрос. Ты орешь, а ему нельзя орать. У него непонимание. А почему ты-то орешь? Вроде ты взрослый. Ты-то можешь как-то себя контролировать, эмоции свои, все, да? А ребенок, он просто, он живет, у него нету еще ни критического мышления, ничего, он просто повторяет все. Абсолютно. Вот у меня внук, я восхищаюсь, я так Богу благодарна за моего внука. Вы даже не представляете. Он меня так учит жить по-новому. Я, знаете, пока своих воспитывала, столько ошибок сделала. И сегодня так много слушаю, наблюдаю за ним и учусь, и учусь, и учусь, делаю работу над ошибками. Не сижу так в своей гордыне. Я мать, имела право, что сделала, то сделала. да ерунду я сделала, уродовала я. И то, слава Богу, они нормальные выросли. Господа хоть любят. Ну, потому что я честная была просто. Понимаете? И когда сегодня мы говорим, а что с нашими детьми? Вот они, почитай, отца и мать, прежде чем тыкать, разберись с собой. И, знаете, это не поздно разбираться. Не поздно. Не поздно. Поэтому у нас школа 26 февраля по 2 марта. Если ты никогда еще не разбирался, пойди разберись. Почему у тебя так прошла жизнь? Какие эмоции у тебя неисцеленные? Что было с тобой? Почему ты все время действуешь странным образом? Я думаю, если мыслищие люди, мы задавались вопросом, а почему у меня вот это повторяется? Почему то? А почему то? Потому что есть то, что в детстве было. Те травмы, которые нам нанесли. И поймите, то травмировано, оно в нас. Я хочу сегодня освободить мышление. Эта психология придумали. Не психология. Господь говорит, вера, которая обитала в бабке твоей, в матери, Тимофей, они передали. Бесы, которые обитали в бабке твоей, которые унижали тебя, в матери твоей, вот ты живешь и унижаешь. Унижаешь себя, унижаешь ближних, ненавидишь себя, ненавидишь всех. Это все откуда-то же идет. И нам не нужно там ковыряться, нам нужно позволить Богу свет пролить туда. и тогда ты будешь жить спокойно. Знаете, как хорошо жить спокойно? Когда тебе не надо никому доказывать, когда мне надо быть значным, когда тебе умничать не надо, когда тебе не надо доказывать, я тоже служитель, я тоже помазан, я тоже да ты ребенок Божий, это больше, чем служитель помазан. Это больше. Ты законный ребенок Божий. Я слушала свидетельства одного мужчины, служителю, и он уже такой в пожилом возрасте, и вот очень интересно, что меня зацепило, да, он говорит, он служил людям, там много делал, пастор, там всё-всё-всё, добрые дела делал, и случилось, что он пережил клиническую смерть, то есть он умер. Вот. И вот он рассказывает, как там. Ну, знаете, мне, наверное, впервые понравилось это свидетельство. Вот. И вот он попал, он не попал, да, на небеса, он достиг второго неба. И, потому что есть такие, говорит, ворота, где ты перешёл, оттуда уже не возвращаешься. Помните, даже сказал про Лона Аврамова? Вот. Поэтому те, кто рассказывает, пошёл, какие-то лужайки видел, не знаю, где ты бродил. Вот. И он очень, он вернулся и поменял свою жизнь. И что, он говорит, я пришёл, и ангелы сказали, он говорит, я хочу Бога увидеть, поговорить. Он говорит, ты не можешь его видеть, ты можешь здесь стоять и говорить. И он говорит, я встал и стал говорить. Какие я делал добрые дела, что я служитель, что они детей принимали к себе домой. Ну, в общем, я всё перечислил, что я делал. И голос, этот голос, говорит, ни с чем нельзя сравнить. Божий голос. Он сказал, ты мне не служил. Он говорит, я вновь начал ему объяснять, что я тебе служил. Он говорит, ты не мне служил, ты другому Богу служил. Я не хочу сейчас на том свидетельстве останавливаться. Я просто сидела, подумала, и на самом деле, ведь Бог смотрит на мотивацию нашего сердца. Кто-то сделал доброе дело, а Бог его не засчитывает. Потому что ты делал доброе дело из-за гордыни своей. Скажите, это возможно? Возможно. Да? Для похвалы. Ты это делаешь, и люди уже хвалят. Ва, какой ты крутой, да, какой ты это. А Богу это не нравится. Бог не хвалит. Потому что Он знает, что ты действуешь из-за гордыни. Но когда у нас правильная мотивация, вот это Богу нравится, когда мы движемся из смирения. Когда мы прощаем из смирения, когда мы делаем добро из смирения. Нам тогда не надо трубить перед собой. Когда мы живем, вы понимаете, ведь отношения, они строятся. Мы каждый день живем, соприкасаясь с кем-то. И именно где у нас с вами проблемы? В отношениях. Именно там мы переживаем. В церкви-то хорошим быть легко. Согласитесь? Все приходят, все плачут, еще там Дух Святой здесь поплачем, все любить начинаем, все. Но ведь вся наша суть, когда мы выходим из церкви, кто мы там? Насколько мы можем быть носителями вот этого мира? Насколько нам самим собой комфортно? Комфортно жить. Ведь когда тебе темные мысли приходят, когда ты обиделся на кого-то, когда ты вынашиваешь это, у тебя столько негатива идет. Знаете, вот написано, смотрите, помышления, римлянам, 8 глава, помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – суть жизнь. И мы потом прочитаем, что, оказывается, Писание много говорит о наших мыслях. Как мы мыслим, так мы и живем. Завидовать – все завидуют. Вот кто хоть может поднять руку и сказать, я не завидую? Видишь, ни одной руки нет. Да, да, кто-то там рискнул поднять руку. Значит, переживешь это чувство. Знаете, все мы с вами завидуем. И зависть тоже, как гордыня, приобретает всегда красивые одежды. Ты ее не увидишь. Мы начинаем объяснять. Да что мне тебе завидовать? Да там, знаете, как мы это... Мы все завидуем. Это нормальное явление. Но что ты с этим делаешь? Взглянул? Просто идешь, тебе-то чего? У тебя все есть. А вот взглянул на того? Ух ты, подъехал на какой тачке. Мысль пришла. Понимаете? Не отконтролируешь, она начнет работать. Мысль такой зависти. Она начнет работать. И Бог в Писании так много об этом говорит, потому что все наши с вами падения, неудачи, они из-за мысли, одной мысли греховной. Мы же во плоти с вами ходим. Поэтому у нас помышления будут плотскими. Никто нас не может, пока мы на этой земле, у нас они будут. Но нам научиться нужно отслеживать это. Вот вспомните историю с этим, как его бытие, четвертая глава. С Каином и Авелем. Каин и Авель принесли жертву. И жертва Авеля была принята. Жертва Каина не принята. Всегда, чтобы понять до конца, поставь себя на место Каина. Просто трудно поставить, какие там они жертвы принесли. Вот поставить мы в служение. Делаете вы одно и то же дело. И тот выходит, у него так хорошо получается, а у тебя ничего не получается. И все подходят, его благодарят, а ты стоишь. Внутри у тебя уже. Переживали такое. Я думаю, я не одену-ка в этом опыте. Вот. И ты стоишь. Мысль пришла. Ух ты. Смотри, блеснула. Авель лучше меня. Смотри, как у него получается. Человек, который отслеживает эти мысли. Это греховные мысли. Да? Он что? Он начинает работать над этим. Он не позволяет этому прорасти. И Бог нам помощник в этой ситуации. Смотрите. Он не просто оставил Каина. На Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился. И поникло лицо его. Смотришь, такой помазань. Так все хорошо. А кто-то стоит такой. Вышли, там что-то засвидетельствуют. Тот, как взял микрофон. Несет, несет. А я стою. И все ему аплодируют. Я смиреный просто. Я не люблю в микрофон говорить. Ложь. Все любят микрофон. Когда человек говорит, я не хочу быть публичным. Все публичные. Мы рождены так, чтобы быть публичными. Поэтому, когда маленький ребенок, он еще не знает, что нельзя там публичным быть. Да? И он просто вот так. Ему все равно. Торговый центр. Не торговый. Ему главное одобрение папы и мамы. Все. А остальное? А потом установки работают. И мы же, вот почему я про иллюзии говорю, мы обманываем себя. Мы не отслеживаем мысли. А потом начинаем мучиться от этого. И вот Каин. Хоп, лицо поникло его. А Бог с ним. Бог с нами. И он сразу заговорил. И говорит. И сказал Господь Бог Каину. «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Разговаривай с собой. В нас живет Дух Святой. И когда мы разговариваем вслух с собой, то Дух Святой живущий начинает твоим голосом отвечать тебе. Поэтому я говорю всегда с собой. Разговаривай с собой. Тихо сам с собою я веду беседу. И знаете, когда я веду эту беседу, она мне помогает. Сделать правильное решение. Отчего? Прихожу. Оля, а что у тебя лицо-то поникло? Да, это такой-сякой. Не-не, а ты задай, почему поникло лицо? Что с тобой правильно? Какие чувства у тебя поднялись? Но здесь нужна честность с самим собой. Жить в иллюзиях и обманывать себя, этому мы научились. А вот быть честным по отношению самого себя и себе сказать. Почему поникло? Да позавидовала я. Знаешь, сколько я работаю над этим? Я тружусь, я так хочу научиться вот это делать. А этот выходит. У него просто дар есть. Выходит, и вот так у него все получается. Так найди свой дар и работай над своим даром. Зачем тебе работать над тем, чего тебе не дано? Найди свое призвание и трудись в нем. И ты в нем будешь расцветать. Раздаватель, раздавай с усердием. Пророчествуй, пророчествуй. Учитель, учи. Увещеватель, увещевай. Не надо, если ты увещеватель, не надо быть учителем. Увещеватель – это не учитель. Определиться нам надо, чтобы нам научиться жить в своем. И вот эти мысли, я вернусь все равно к мыслям. Пусть даже, может быть, это и твое, но тебе надо поработать над даром. Ты думаешь, ой, у того так получается, потому что... А ты не знаешь, сколько он часов сидит. Вот я смотрю на Алексея. О, круто у него, да, получается? Когда он начинает, говорит, ой, там что-то говорит, переживает. Я говорю, Алексей, ты вообще себя слышишь? Смешно даже. Переживаешь, что тебе говорить. Но вы знаете, чем дальше, тем больше и больше он работает. Работает, работает, работает. Это же обман, что у человека так просто. Человек работает. И кто работает, у того и получается. Потому что от этих усилий приходит у него опытность. Знаете, когда мы начинаем, ой, Дух Святой, покажи мне то, покажи, то, покажи, то, покажи. Пророчество дай мне. Это каким-то колдовством мы занимаемся. Знаете, как гороскопы. Посмотрю, год мой рождения, мое число, ой, что мне предписано. Так мы делаем и идем, вот так ищем, колдуем. А когда ты работаешь, у тебя опытность приходит. Вот тогда начинают дары работать. Тебе не надо. Господи, покажи мне душу этого человека. А Бог смотрит, говорит, а зачем? Любопытством учить, что ли? Чтобы потом поумничать, что с его душой. Ничего я тебе не покажу. А вот когда ты будешь любить людей, будешь работать над своей душой, тогда ты начнешь видеть эти души. Потому что ты способен состраданием. И так вот много-много вещей в нашей жизни происходит, когда мы с вами включены в процесс. И вот этот процесс чем закончился? И Бог ему говорит, Каин, почему ты огорчился? Сегодня Господь кому-то говорит, а что ты огорчился? А что вот? И ты живешь вот этим прошлым все время. Живешь из прошлого этого. Живешь, живешь. Вот это поднялось как... Нет, а в конце концов, вот почему у меня такой муж? Вот почему у меня вот такая жизнь? Ну, потому что ты... Тебе дана такая жизнь прожить. Другую ты бы не прожил. Слава Богу, что такая жизнь. У других куда бывает хуже. И они проживают. Почему? От чего поникла? То есть он задал вопрос. И вот почему вникая в себя и в учение? Потому что учение – это Слово Божье. И он задал вопрос. Мудрый человек начал бы задавать себе вопрос и ответил бы на этот вопрос. Но он нет. Он позволил этим мыслям работать, работать. Ах ты, смотри какой, а! Он же, наверное, был младше, Авель, да? Не знаю, кем. Кто из них был старше, а кто младше? Каин, наверное, старше был, мне кажется. Ну, не имеет значения. Но если еще старше, то скажут, нет, ты посмотри, он и моложе. Знаете, люди иногда... Ты слышал о богословах, которые говорят, ну, разбираются, почему не принята была жертва Каина, почему Авеля, да? Ну и там исследуется, что, типа, та кровная была, та некровная, там... Да Бог смотрел на мотивацию сердца. Как он пренебрег Божьим словом, когда он сказал, почему опечалились лицо, так он и жертвой пренебрегал. Вы понимаете, по поведению можно понять, что было у него внутри. Как у этого Исава было, помните? А что мне в этом первородстве? А хотя он четко знал, что если ты первенец, то тебе все принадлежало. Все остальные – это уже, как говорят, шерпотреб. А первенец – это главное. Ему все – и власть, и царский престол, если это была царская линия, и то, и то. Первенцу много что принадлежало. И тот, хотя они оба были в утробе, один четко это знал, и он ценил это. Он, наверное, так, когда родился, уже побольше рос, и думал, «Ух ты, надо же, вот как высунул, там ему завязали, я все равно первый вышел, а он ногу свою высунул, и сам даже не вышел из утроба, а я вышел, понимаете? Сколько у него мыслей было! Ну как, мы были в одной утробе!» И ему все, первенство принадлежит. Ему настолько, он настолько почитал благословение. Он настолько это почитал, и он понимал, что ему, ну как бы, он обречен. Но все-таки он же получил благословение. Всякими правдами, неправдами. Но суть не в правде и не в правде, суть в мотивации его сердца. А тот пренебрегал. Пришел, всего три дня не ел. Вы представляете? Ну как можно продать самое драгоценное, да за похлебку какую-то чечевищу, всего три дня не ел. Мы вам по семь дней поснимся, ничего же. Правильно? Кто-то и сорок дней поснимся, и тридцать дней. Никто не умирал от этого. Вот мышление, позиция его сердца. Поэтому он говорит, Бог не справедливо. Да Бог просто на сердце смотрит, и все. И знает, что там. Потому что сердце, сердце – источник нашей жизни. И оттуда все выходит. Когда мы это понимаем, работаем, то Господь меняет наше сердце, пишет законы в нем. И он послушал Бога. И что еще, смотрите, Бог ему сказал. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Видели человека, который замышляет зло? Ну, сами, когда замышляли зло. Даже в зеркало не хочется смотреть. Потому что оно не очень красивое. Глаза мутные, замыслы такие, знаете. И он говорит, если… А когда ты доброе делаешь? Ты идешь, глаза светятся, улыбаешься, потому что сделал от сердца добро кому-то. И тебе даже конференции не нужны с помазанниками вместе. Ты уже с ним соединены через эту добродетель. Потому что через добродетель проявляется сущность Бога через нас. И он говорит, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя. Но ты… К себе влечет. Но ты господствуй над ним. Послушайте, вот это очень большое откровение, что у нас с вами, что бы ни было, у нас божественная сущность, мы рождаемся с ней. И у нас есть это божество внутри, которое с нами разговаривает. И у нас есть власть господства. Это уже когда, знаете, разум Бог придал превратному уму. Там уже всё. Это списанный человек. Но пока мы с вами с Богом, у нас есть вот этот момент развлечения добра и зла. И от нас зависит, как смириться. Господь, наполни, наполни. Господь говорит, да я бы тебя давно наполнил. Вот песни мы поём, да? Наполни, наполни, наполни. Как в пустоту поём. Почему? Потому что если ты с Ним, если ты честный, ты уже наполненный Богом. Ты только можешь Ему поклоняться и говорить спасибо тебе, спасибо, благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю. Когда Бог меняет мысли, когда Он разоружает нас. И вот как раз разум, мы говорим, вот, моли, эту брань духовную ведём, всё, я вам скажу, что самые большие битвы идут в нашем разуме. И кто победит в разуме, тот и овладеет твоей жизнью, твоими поступками и делами. И Бог ему сказал, и говорит, ты господствуй. Он послушал, но зависть была сильна, и он уже её прокручивал, питался ей, пытался, питался. Он послушал и сказал, разберусь без тебя. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдём в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И как только он совершил этот поступок, мы видим, что Бог опять пришёл к ним. Говорит, Каин, Каин, я же тебя предупредил. Когда мы впадаем, с вами попадаем в трясину, мы же обвиняем всех на свете, и Бога ищу туда же. А что он не может мне ответить? Что он не может? Бог говорит, да я всё могу, но я не делаю, потому что это должен ты сделать. Это ты должен признать, ты должен работать над собой. Это от тебя зависит. Мы всё Богу, Бог, я тебе всё отдаю. Знаете, в Писании написано римлянам, говорит, представьте тела ваши в жертву. Написано же так. Но мы же даже не имеем в виду. Тело мы своё, издеваемся над ним, и грешим, и нечистоту, и блудничаем, и то делаем, и то делаем. Главное – дух, главное – дух. Нет. А зачем тебе, Господь, наши тела не нужны, они сгниют? Он говорит, нет, нет. Пока ты в теле, ты есть тот, ты есть. А когда тела нет, а плюс ещё тело нам даётся, что когда будет последнее воскресенье, то это как печать нашего с вами спасения. Наши тела должны воскреснуть и преобразиться. Поэтому нельзя говорить про тело, что это что-то такое. Тело. Сам Бог говорит, я претендую на твоё тело, потому что ты храм, ты носитель меня. А когда я возьму твоё тело, там будет и твоя душа со мной, и твой дух. Самое сложное – это завладеть телом. Богу сложно завладеть нашим телом. И поэтому он говорит, представьте свои тела. А здесь всё взаимосвязано, и дух, и душа, и тело. Я вернусь к этому. Смотрите, та же история, в притчах 23 главе написано, «Каковы мысли в душе его, таков его». Как мы мыслим, если мы не контролируем, мы становимся таковыми. Как мы мыслим, так мы и живём. Запомни. Просто сам можешь себе сказать, я в этой ситуации, я живу этой жизнью. Почему? Потому что у меня необновлённое мышление. Я не могу доверять, я не могу делать то, я не могу то. Мои мысли негативны. И это не просто красивая фраза, позитивное мышление. Писание нам говорит о том, чтобы мы должны обновиться духом ума. Как только наше мышление меняется, мы по-другому на ситуацию смотрим. Ругаешься, ругаешься дома с женой там, или с мужем, или с детьми, или с близкими своими. Обвиняешь, обвиняешь, разберись. Как только мышление изменилось, ты по-другому смотришь. Ты уже не требуешь, ты уже не мстишь, ты благословлять учишься, ты много что учишься, чему учишься. Ты преобразуешься. Ты переходишь от этой своей, вот этой животной натуры, вот этой душевной, потому что у нас есть душа, как животная натура, да, а есть божественная. И ты преобразуешься, и духом умышляешь тела плотские, работая над своим мышлением. Всё. Только как ты только включился, думай, о чём думаешь. Просто, когда пошли дурные мысли, стоп, остановил себя, о чём я сейчас думаю? Вот ходишь днём, задавай себе вопрос, о чём я думаю? Ты говоришь, не, я ничего не думал. Не, думал о чём ты. Может, неосознанно, но мысли у нас всё время, они идут, 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 идут. Смотрите, божественный человек, Давид, тоже попал в ситуацию. Вышел, прогуливается. Закон Божий знает. Поклонник, помазанник, царь, избранный. Бог сказал, нашёл я человека по сердцу своему. И вышел Давид и увидел Версавию. Красивая женщина. Мы все тоже смотрим же на других мужчин, на других женщин, на то. Не, не, мы не смотрим. Смотрит. Особенно, знаете, как мужчина, да, идёт муж с женой. Какая-то идёт такая, ну, конкретная. А ты не конкретная. Ты уже идёшь, лапти расслаблено, а та идёт конкретная. Вот так, хоп. И как твой муж смотрит? Это мы можем боковым зрением? Они не умеют боковым зрением смотреть. Они сразу так, э-э-э, поворачиваются. Чё, чё, поворачиваешься, чё, поворачиваешься. Все мы смотрим. Мысли приходят. Но мы должны отслеживать их. И что учение, слово Божье тебе в этой ситуации может помочь? Каким образом? Не пожелай чужого. И ты говоришь, нет, Господи. Вот прям посмотрел. Ух ты, аж слюни потекли. Но я понимаю, что это нехорошо. Помоги мне. Ты признаёшь, ты смиряешься перед Словом Божьим. Смотрите, какой простой механизм. И что? Благодать тебе даётся, чтобы победить это всё. И вышел Давид. Прогуливается. А ещё он же царь, у него всё ему позволено. О, Ферсавия. Давид. Хотел сказать, думай, о чём думаешь. Не пожелай, не делай этого. Не по бодрству. Позволил мыслям овладеть чувствами, похотью. Потому что у нас же есть похоть очей, да? И мы посмотрели, захотелось. И взял. Согрешил. Как бы мы не грешили, если у нас есть такое внутри способность покаяния. Но ведь сколько людей грешат и оправдывают себя. И оправдывают себя. И оправдывают себя. А он умел каяться. И какое произошло у него падение? Произошло. И знаете, что он чётко знал? Он понял, какую он глупость совершил. Он знал закон. Вы понимаете, по закону? Сегодня люди так привыкли себя обманывать. Знаешь, если ты там священник, тебе всё можно. А это вот этим простолюдним, прихожанам нельзя. А Давид был царь. Но по закону Божьему были все равны. И он точно знал, что что он совершил, его нужно побить камнями. Он смерти достоин был. И что он сказал? Он не боялся умереть. Он сказал, Господи, только Духа Святого не отнимай. Если ты заберёшь Духа Святого, мне и жизни не надо. Без тебя мне жизнь не нужна. Ценности. И когда Бог смотрел на это, сердце, которое каялось, каялось и плакало, и у него были истинные ценности. Забери богатство, забери царский престол, всё забери. Только Духа Святого не забирай. Я буду никто. Вот эти, когда мы имеем эти ценности, то эти ценности помогают нам и покаяние принести. Не оправдываться, не говорить, я царь, мне всё возможно. Нет. Он прошёл. Давид, думай, о чём думаешь. Когда у тебя какие-то мысли рождаются такие, которые противоречат Божьему Слову, скажи себе, эй, Айвор, думай, о чём думаешь. Бог всегда нам будет говорить. Это ерунда. Люди так все живут. Так все и будут отвечать перед Богом. За что, как живут. И благословение в нашей жизни согласно тому, как мы с вами поступаем, не может ничего просто свалиться тебе. Свалиться может кирпич тебе на голову. Это точно. А благословения нет. Там, где есть смирение, там, где есть покаяние, там, где есть признание, что да, глупые мысли меня посетили, да, я даже шаги сделал в этом направлении, но я отказываюсь, Господь. Я Твоё слово почитаю. А Ты сказал, не пожелай жену ближнего Твоего. Ты сказал, не пожелай чужого. Это говорится, не завидуй. Работай над своей грядкой. Мы же так живем с вами, да? В чужом огороде всегда трава зеленей. Понимаете? Смотришь, ух ты, у соседа зеленая, а у тебя не очень. Я никогда не забуду этот опыт. Знаете, через маленькие вещи, так слово Божие говорит, «Если драгоценное извлечешь из ничтожного, будешь, как мои уста, знание будет, разум обновляется через послушание Слова Божьему». Я никогда не забуду, когда мы еще жили на Гаркалне, и у нас был участок такой большой, и я решила сделать газон. Ну, а все, что я начинаю делать, я научно подхожу и думаю, надо сделать такой, как английский газон. Газоны, да, они славятся во всем мире. Вот. И я давай, в общем, голову морочила, морочила, в общем, все засеяла, там все, столько работы вложила. И начинает подниматься трава. И сосед засеял свой газон. Я смотрю, как-то трава такая вот. Смотрю у соседа. Я аж рассмеялась. Ну, мысли идут, и я отследила свои мысли и смеюсь, думаю, надо же, правда говорят, в чужом огороде трава зеленее. А она реально зеленей. Вот в чем суть. Я давай размышлять. Когда слово звучит, когда размышляй, размышляй, размышляй. Нам дана это, знаете, способность, это дана только человеку. Размышлять и принимать решения. Выбирать. Не проклятие, а благословение. Я смотрю, опять смотрю, соседа прямо это, а у нас какая-то непонятная. Я уже и то, то потом мысль пришла, думаю, надо, может, эту землю на анализ сдать. Ну, мало ли, может, земля не очень хорошая. Вот. А есть же что, сдают на анализ. Мало ли там чего, многое. Что на ней растет. И какой-то человек мне говорит, а ты удобрение вносила? Я говорю, а надо? Он говорит, да, вообще-то есть удобрение специальное. Я говорю, да ты что, объяснил. Ну, я взяла, не знала, как вносить, я взяла, насыпала в ведро, и вот так удобрение, и вот так иду, и посыпаю его. Посыпала, посыпала, потом поливаю. Через неделю, как-то так не видно было, через неделю я проснулась утром, я так через окно смотрю, и не поняла юмора. У меня лужайка, как ковер расписной. Вот так, то зеленая, то желтая, то зеленая, то желтая. Я думаю, вот это да, уже получше стало, как бы, ну, не как у соседа. А потом дальше пошла. Вы понимаете, невежество нас губит с вами. А когда приходят знания, и ты их используешь, то ты в благословении. Потом будешь смотреть в моем огороде трава зеленее, в моем огороде благословение. Через маленькие вещи можно видеть принципы божественные. И я потом размышляла, потом узнала, купила такую эту, где равномерно все вносишь. В общем, лужайка у меня получилась чудесная. И я целый год, там мы в Гаркалне жили, и там проходили, усадьбы смотрели, и я первое место в поселке заняла по усадьбе. И мне целый год приходил бесплатный журнал Дарза. Аллилуйя. Вы понимаете, все в этой жизни закономерно. Ты приходишь, вот этот муж такой, вот этот муж такой. Вопрос, а ты удобрения вносил в отношения? Или ты в требованиях живешь? Тебе обязаны. Жена тебе обязана, муж тебе обязан, дети обязаны, все обязаны. Еще Господь Бог обязан. Все перед тобой обязаны. Но когда ты вникаешь в себя, исследуешь, и что? Не лучше ли вам остаться обиженными? Мысль такая. Отомстим, отомстим. Ах ты, отомстим. Засранец. Нет, ты посмотри, как он себе позволяет. Я что, рабыня? Я что, рабыня? Ты не рабыня. Будь умным человеком. Не надо быть рабом. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу Бога. И ты не прогадаешь? Потому что сам Бог бодрствует над своим словом. И когда ты действуешь согласно Божьему слову, то что? Бог встает на твою защиту. И мы это и отслеживаем в Писании. У Сары была проблема? Была. Взяла, уговорила Авраама. Иди, поспи с этой Агарью. Пусть она мне родит, будет у меня ребенок. Пошел. Он даже не смотрел. Вы представляете, он не смотрел на Агарь. Она его вообще не впечатляла. Но когда он поспал, получил удовольствие, он решил, а что, себя лишать удовольствия? И когда у Сары началась проблема, а эта служанка превозноситься стала, а у Сары все пульсировало. Она уже готова была ее задушить собственными руками. И того сына, и ее, и чтобы ее не видеть просто. Она приходит, все у нее трясется. Каждый раз она госпожа, а та издевается. И она знает, что она бьет по ее, вот это больное место, по ее женскому достоинству. Она прямо вот превозносилась. И что? Сара приходит. Но Сара имела правильное сердце. Она Авраама, написан, господином называла. Ее позиция сердца была перед Богом. Она почитала его. Она приходит ему и говорит, Авраам, выгони эту. Мне уже плохо. У меня уже аритмия сердца началась, давление скачет. В общем, все. Мне плохо. А тут посмотрел. Странно. Смотри-ка. Прихоти какие. То иди поспи, то теперь иди выгоняй. Ты за кого меня почитаешь? Я же мужик. Как я могу женщину выгонять? Да еще с ребенком. Ну, там включилась у него своя история. А она... Он говорит, не буду я выгонять. Она пошла. Я думаю, она плакала перед Богом. Бог, мне так тяжко. Да, я глупость совершила. Я сама его толкнула, чтобы он пошел там... Рабыня же была. Они же особо за людей их не считали. И теперь представляешь, как же мне тяжко. Я ничего, никакого удовольствия. Я ненавижу этого ребенка. Я ненавижу ее. Она пошла. И все мысли, которые роились у нее, она не позволила их сделать замысел. Она могла бы поступить. Знаете как? Пошла бы, двоих наняла, и сказали... И Авраам бы. Пришел, смотри, мертвые лежат. А что случилось? Да никто не знает. И все. Похоронили бы и забыли о их существовании. Но она не поступила, как Каин. Она пришла и говорит, да, мысли, знаешь, как у меня? Я ложусь спать и представляю, как я ее душу. Я не могу, Господи, справиться с этим. Ты можешь знать. Ты же, представляешь, ты же меня сотворил. Ты же знаешь, что работает в женщине, когда другая издевается над ней. Я ее задушу. Но я хочу тебе отдать в мещение. Ты же можешь с ней что-нибудь сделать? Господь говорит, молодец, Сара, я сделаю. Пойду с твоим мужем поговорю. И приходит Бог к Аврааму. Когда мы с вами действуем согласно Писанию, уважаем, знаете, Бог становится нашим ходатайом. Бог становится помощником. Нам не нужны никакие защитники. И он приходит, Авраам. Да, Господи, затрасься. У меня есть слово к тебе. Да, да, Господи, слушай, трап твой. Делай так, как говорит жена твоя, Сара. Да, Господи. На следующий день выходит. Давай, Агарь, собирайся. А та смотрит. Вау! Работает. Работает. Когда мы согласны с Божьим Словом, когда мы не позволяем этим чёрным мыслям атаковать нас и совершить кровопролитие. контролируем, каковым мысль таков человек становится. Ничего в жизни спонтанно не происходит. Знаете, измена в семье, она не происходит так, что шёл, увидел, споткнулся и получилось. Вынашивание. Мы вынашиваем. Вынашиваем недовольство, вынашиваем то. Потом посмотрели что-то, кто-то тебе смс-ку написал, ты там или лайк поставил на фейсбуке. О, смотри, а кто там? И вот мысли эти работают, и это начинает работать, работает, и постепенно менять наше мышление. Посмотрите, Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наученные. Не делать того, другого. А попал в это сообщество всё. Да ладно, да ладно. У тебя мысль одна, вторая. Ну, а правда, смотри, они же живут. А Сав говорит, позавидовала я нечестивцам. Нету их на работе, нет ничего. Мысли его стали атаковать. А что пользы? Что я вот руки омываюсь, смиряюсь, там что-то, приношу свои десятины, да, жертвы свои, ой, не пожелай чужого, а тот и желает, и живёт, и всё. Что толку? И что там написано? Пока не вошёл во святилище. В присутствие Бога. Когда вот в такой ситуации, и мысли, мысли, мысли тебя бомбардируют. Иди в присутствие Бога, Господи, и вот так вот всё, как, знаете, как карты раскладываются, так вот приди, все свои карты жизни разложи. И скажи, Бог, хочу этого, завидую этого, вот этого ненавижу, а на эту рожу смотреть не могу. Представляешь, какой у меня арсенал внутри? Ну, я с этим не соглашаюсь. Поменяемое умышление. И знаете, Бог способен, потому что Писание нам говорит, это к нам относится, о чём мы должны помышлять. Помните? Филиппинцам 4 глава, там написано, 8-9 стих. Значит, это то, что мы с вами можем делать. Это повеление Господа нам. Наконец, говорит, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Сто процентная гарантия. Посмотрел, вот наблюдали, прошло событие. И собрались, обсуждают, какое событие. И так интересно, что не сказать, что вот это классно, вот это классно, вот это классно. Нет, надо из всего, вот из кучи вот этого зерна, найти вот какашку маленькую. И начинать ее вот это вот, муссировать, да? А Писание говорит, даже когда куча навоза, и там есть одно зерно, вот это и есть у тебя привилегия, говорить, что никакой, какая ужасная куча, да какое-то, а вот это зерно, и говорить, какое зерно? Если ты его посадишь, будет то. Если вот это взрастить в этом человеке, он честный, в нем есть добрые качества, в нем не все плохо. Вот что такое помышлять. Я вот над этим стихом давно размышляю, что такое, что честно. Не то, что выискать, что в нем нечестно. Да какой он выкавый, да он даже вот это говорил, а видел, какой у него какой-то вот такой дух был. А вот это вот, мы такие анализы делаем всем, да? Вот. А мысль пришла, не хотела, а ты ее отбрасываешь. Нет. Честный человек. Я же тоже иногда нечестно поступаю. То есть, по сравнению с собой, ты вникаешь в себя, и тогда можешь отследить, что все имеют право на ошибку, что ты тоже не всегда честный, что ты тоже не всегда справедливый, что ты тоже движимый и с завистью, и своими похотями, и всем на свете, что ты такой же, но ты о себе-то получше думаешь. Правда? Списываешь себе. Главное, у меня вот это есть. Я однажды размышляла, вы знаете, я думала, что я настолько хороша, как, наверное, тот, который пришел, служитель. А я вот это делаю, вот это делаю, вот это. И я вот недавно размышляла и поймала себя на мысли, Оля, я до сих пор все время так думаю, ну, я-то все равно не как Алексей. Ну, я лучше. Что, не понимаете, что ли? Потом вдруг я понимаю, что я-то не лучше. Ну, в этом, может, я правда лучше. А в чем-то я не лучше. Я начала над своим мышлением работать. Ты посмотри, вот эта ложь во мне, какая-то самоправедность, я не знаю, что себе я там придумала, да, оно мне мешает принять человека таким, какой он есть. Вот в чем суть. Потому что Бог нас принимает такими, какие мы есть. И когда божественная сущность отражается в нас, мы способны принимать, не меняя человека. Вот он есть такой, я его таким принимаю. Я его не собираюсь менять. Я прожила с Алексеем 42 года. Знаете, сколько у меня потрачено энергии? Лет на то, чтобы его изменить. Ну, может, вы так и не меняли? А я вот такой неугомонный, как говорят, себе не позволяю и другому не позволю. Вот так я жила. И я вот себе, себе не позволяю и тебе не позволю. Я столько. И Бог каждый раз на новом этапе уровня моей жизни показывал, Оля, обречено. Обречено. Как только я это понимала, отдавала, начинало все меняться. Ну, опять же, моя гордыня, знаете, как поднималась? Думаю, посмотри, прям мои слова говорит. Видите? Влияние есть. Как вот это человеческое эго сильно? Как вот эти мысли, плоти, прям прут, прут? Обуздай, меняй, работай над своим мышлением. Павел говорит, обновитесь духом ума вашего. И вы будете по-другому жить. Вы будете смотреть на обстоятельства по-другому, на все. Не будете менять никого. Его не изменишь. Чем больше ты его меняешь, тем он твердолобий становится. А почему? Потому что мы все с вами живем в защите. Вот кто любит, когда его обличают? Видите? Никто не любит. Когда тебе о чем-нибудь говорят, замечания делают. Никто не любит. И я не люблю. Я не люблю, когда на меня повышают голос. Мы никто не любим. Поэтому Бог не так разговаривает с нами. Он предлагает всегда. Он даже с таким состраданием говорит, ну что, плохо тебе, да? Да, Господи, плохо, да. Он говорит, ну разве ты не знаешь, что невозможно зло победить злом? Я так заплакала и говорю, знаю, Господи, знаю. Знаешь, сколько я на эту тему проповедей, тысячу проповедей сказала на эту тему? Знаю. Но сейчас в той ситуации, когда мне сложно. А он говорит, ну пойми, будешь зло творить, ничего не получится. Побеждай. И вот здесь смирение надо. Здесь надо согласиться и гордыне сказать, хватит. Бог говорит. А потом отворачивается, потому что мы проявляем гордыню. И он отворачивается. А когда я смиряюсь и говорю, да, Господи, я понимаю. Я согласна, я буду это делать. Чувств у меня нету. Ничего нет. Я этот пример много раз приводила. Но вы знаете, как наши опыт жизни, да, и примеры жизненные, они не имеют срока годности. Такого, что типа, а, это вот 20 лет назад было. 20 лет назад это научило меня, чтобы следующие 20 лет жить по божественным законам. Понимаете? Если не сломиться в одном где-то, не наступить на свою гордыню, не иметь вкус переломленной плоти и победы Царства Божьего внутри тебя, мы так и не научимся жить. Когда Бог начинает тебе говорить, ты настроен на обидчика, да, обиженный, я такой, всё, моя правда, моя правда. А Господь говорит, а знаешь, есть ещё моя правда. Знаешь, Господь, со своей правдой ты там побудь на небесах, он там неправду проявил, этот Люцифер, ты ему пендаля ему дал, знаешь, мне некуда лететь, я уже на земле. Пожалуйста, давай, правда твоя пусть с тобой побудет. А я хочу удовлетворить свою правду. И вот так, я утрирую, мы так живём годами, прям старимся уже, а всё, сидим в своей правде. Откажись от своей правды. Признай свою неправду. Мне, знаете, однажды Бог проговорил, это изменило меня. Один человек сделал мне очень больно. Очень больно. И по всем, вот, я научилась смиряться, я плачу, и мне очень больно. И Господь говорит, я знаю, что тебе больно. Я знаю. Я знаю, что такое предательство, я знаю, что такое, когда несправедливо поступать. Я это знаю. Я прошёл этот путь. Я слушаю так. Понимаете, все бы люди меня поддерживали. Он говорит, ну, я хочу, чтобы ты знала истину. И это тебе поможет. Я говорю, какую? Я могу тебе помочь. исцелю тебя, выйдешь. Ты вообще забудешь. Как будто с тобой этого и не было. Никакой травмы души у тебя не будет. Всё будет хорошо с тобой. Но я хочу, чтобы ты знала, что этот человек, он сделал плохо. Но я его люблю так же, как люблю тебя. Вы знаете, я аж вот так поперхнулась. Я говорю, ты предатель. Ну, это предательство. Твой друг, мой друг. Как понять? Ты знаешь, что он поступил плохо. Значит, мы должны проявить солидарность. Давай показать, что это плохо. А он говорит мне, я его так же люблю. Ой. Я говорю, ну, извини, Господи. Единственный, в котором я до сих пор не разочаровалась, ну, ты меня сегодня просто добиваешь. Он не остановился. Знаете, Бог говорит, чем мы взрослее становятся, тем он на взрослом языке начинает разговаривать с нами. И он мне говорит, ну, посмотри, у тебя три дочери, да. И мне напоминает одну историю жизни. И говорит, была проблема, на чьей стороне ты стояла? На стороне той дочери или на стороне этой дочери? Я говорю, а при чем здесь это? Естественно, я мать. Поэтому я стояла посредине. Я хотела этот пожар потушить, потому что я и того люблю, и того люблю. Это мои дети. Я понимаю и ту шкуру, ну, которая как бы плохо поступила, но как тому человеку тяжко. Знаете, не всегда, кто нам плохо делает, это, знаете, как человек, если у него совесть есть и плохо поступил, как он же мучается. Не дай Бог оказаться в той ситуации. Лучше этим жертвой быть. Еще можешь как икона висеть, и тебе будут поклоняться все. Еще подпитывать гордыню. А тот же, все, он же понимает, что все. Я говорю, и то, и то. Я их понимаю. Он говорит, вот так и я. Я отец. Я люблю и тебя, и его. Я не оправдываю его деяния. Но я просто хочу, чтобы ты поняла. И как только ты начнешь понимать мое отношение, ты обретаешь новое мышление. Ты не будешь уже мыслить плотским мышлением. У тебя будет вот это мышление. ты будешь помышлять о том, что добро, что благодетель. Ты найдешь вот это в том человеке. Потому что он не весь состоит из дерьма. Пойми. Я его люблю очень. И это тебе поможет простить, понять и отпустить. И знаете, это правда работает. Очень работает. Но здесь настолько нужна честность и себя останавливать. Я себе говорю, Оля, думай, о чем думаешь. Думай. Вникая в себя и в учение, в Слово Божье. Ситуация, что говорит Слово Божье. О, мне не нравится, что Слово Божье говорит. Да? Типа, смирись под крепкую руку Божьей и вознесет в свое время. Я в это время хочу. А он же везде про свои времена говорит, да? Что он там в какое-то его выбранное время. А мне сейчас деньги нужны. Мне сейчас признание нужно. Мне сейчас нужно. Мне сейчас нужно. Типа, а завтра мне не нужно. Нет, тебе не нужна эта похлебка сейчас. Тебе нужно первородство. И к нему нужно прийти. Когда мы умершляем все свои дела плоти, когда мы позволяем Богу менять наше мышление. А не просто говорить, а он так, а он так, а он так. Мы же не маленькие дети. Маленькому простительно. Не, 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 баба, не, не, не. И прям всем телом руками. Ларсик, это, не, баба, не. Я говорю, хорошо, нет так нет. Значит, счастье стороной прошло. Знаете, когда смотришь на маленького и видишь себя. Часто я сейчас смотрю на него и смотрю, как я поступаю. А Господь говорит, Оля, взрослеть надо, взрослеть. Все, не маленькая ты. Не надо вот эти. Не, 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 Господи. Я хочу, чтобы ты его наказал. И как мы, отдайте мне, я отомщу. Мы такие, типа, отдали и сидим. Да, ждем, как этот, Иона, да, пришел, уселся и ждет, как город загорится. И еще Господь какой-то там лопух вырастил, он такой, как на троне царском и сидит. Вот. Я же говорил, да, сейчас будет. А знаете, в Писании написано, когда Бог твоему врагу хочет отомстить, а увидел, что ты радуешься, и отменяет Господь. Вот так. И он увидел, Иона сидит, торжествует. Говорит, эх, Иона, не научился ты ничему. И у кита побыл, и там упертый. Ну, упертый, знаете, если упертый все-таки подчиняет себя Богу, он становится упертым в Господе Иисусе Христе. И это хорошо. Это хорошо. Поэтому мы не должны все проглатывать, но нам нужно все равно иметь вот эту цель идти. Идти и себе говорить. Так, гордыня, поубавься. Конфликт. Это тот виноват, тот виноват. Запомни, в конфликте два человека существует. Если бы ты вообще молчал, ничего бы не произошло. Для конфликта, моя мама всегда говорила, для ссоры нужно два человека, не будь вторым. Так часто я вспоминаю, как же она так легко говорила. Как трудно это выполнить. Но, знаете, если есть это понимание, выполнишь. Выполнишь. Сидишь, человек заводится, а ты такой выключаешься, думаешь, ну просто настроение дурное. Чего я буду реагировать, да? Не ко мне относится. Ведь часто человек сам с собой в конфликте и приходит, и злой на себя, а ты ему попадаешь под горячую руку. И ты, ты посмотри, я ему здесь все делала, делала, все, ты праздник сделала, а он, посмотрите, с мордой такой пришел. Даже зазлили его кто-то. Может, сам на себя злой, что не совладал со своими мыслями и похотями. Все мы проживаем с вами. Самое главное быть честным. Честным. Ого, время. Можете принести вечерю Господню? Вы бы кто-нибудь сказали, Ольга, время уже. Я ж могу долго говорить вам. А? Да? Молодцы. И вот посмотрите, что такое мышление? Как раз у нас сейчас будет вечеря Господня. И смотрите, первое Коринфянам, одиннадцатая глава. Я как-то, знаете, даже раньше не думала об этом. Сейчас как-то в этом новом свете мне стало открываться. И здесь написано первое Коринфянам, одиннадцатая глава. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Почему? Не рассуждая о теле Господнем. И смотрите, какие последствия, когда наши мысли не заняты тем, что мы делаем. Когда мы прикасаемся к этой трапезе, о чем мы мыслим в этот момент? А он говорит, если ты не рассуждаешь о теле Господнем, что для тебя смерти воскресения Иисуса, для тебя лично? Я не говорю, чтобы ты отвечал шаблонами. Он спас весь мир, пролил кровь. кто он для тебя лично? Ответь себе на вопрос. Как знаете, самый сложный вопрос я поняла вот за последнее время. Что ты хочешь? Прям и теряешься? А что правда? Я хочу. Вот так и здесь рассуждаю. От того, посмотрите, какие последствия, когда мы не рассуждаем. Он говорит, от того многие из вас немощны и больны и немало умирают. Как бы не принято, как на Вечере Господне вот это читать, но это к Вечере Господне относится. И дальше, но если бы вы судили себя, то есть размышляли о себе, вникали в себя и занимались этим постоянно, эта жертва приносит исцеление. Ранами его мы исцелились. Он взял все немощи, болезни на себя. Это то, когда мы прикасаемся к этой трапезе, исцеление сходит. Но если мы не рассуждаем, не недооцениваем эту жертву, то мы с вами не просто, а мы в проблемах становимся. Посмотрите, о чем говорит дальше апостол Павел. Это та же мысль евреям 12.3. Он говорит, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот где наша сила в обновленном мышлении. Когда не просто, а что мне мыслить? Он же был Богом. Он был сыном человеческим. Он ходил в плоти. Ему было так же больно. я только не знаю, что такое взять грехи всего мира на себя. Для меня это таинство. Я просто знаю, когда вину одного человека взять на себя это сложно. Вся наша справедливость кричит о том, что я прав. Он взял. И когда я начинаю размышлять, что это происходит с душой моей, я начинаю восхищаться. Если он прошел, значит, у меня есть эта сила. Он сказал, я тебе помогу. Вы такого имеете первосвященника, который может сострадать и помочь вам во всем. Ты не переживаешь того, что он пережил по мысли о нем, чтобы твоя душа силу имела прощать, продолжать жить, принимать вызовы жизни, не судить никого, менять свое мышление. Как про Иисуса сказано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, чтобы когда проживая жизнь, мы смотрели бы на путь, который мы прожили, и могли бы сказать, вау, Бог, как же ты так совершил со мной, я на это не способна, это ты, но что Богу дает, как говорится, вот эти открытые двери, это наше смирение, это наше признание, это наша честность, это понимание, Бог обнови мое мышление, оно настолько негативное, оно настолько подозрительное, я так не умею доверять людям, а если не умеешь доверять людям, Богу и тебе не могу доверять, как Иисус задал вопрос этому ученику, помните, ой, мужчине, и говорит, веришь ли ты, а он ему что ответил, верю, Господи, помоги моему не верю, я недавно одна ситуация была, вот так вот еду и себе говорю, Оль, веришь ты Богу, веришь, я так почувствовала все и говорю, ты знаешь, не совсем верю, как бы и верю, и как бы и не верю, не до конца я уверена, умножь во мне веру, поэтому ученики молились, когда мы вникаем себя, мы можем оценить реально, что с нами происходит, и тогда мы не в требованиях, а мы обращены к себе и тому, кто нам может помочь, потому что неверие это самый большой грех, он говорит, помысли, я столько сделал для тебя, моя жертва не только для того, чтобы твое имя было записано в книгу жизни, я пришел на эту землю, чтобы ты, тебя вернуть в очий дом, чтобы та утерянная сущность, которую ты потерял из-за непослушания, я хочу научить тебя послушанию, потому что я был послушан, и знаете, как приятно, скажите, нет ничего приятнее, когда ты не поступил по плоти, когда бушевали мысли негативную, ты отказался и согласился с волей Божьей, в этот момент ты самый счастливый человек, ты смотришь на подвиг души своей реально с довольством, не с гордостью, а с таким внутренним смирением, потому что понимаешь, что это ты на это не способен, мы не способны с вами, чтобы прощать, мы способны только согласиться, а все с чем мы соглашаемся и принимаем в авторитет Бога и Его Слово, любим Его Слово, Он дает нам силу, и у нас с вами все получается, и сегодня Господь говорит, дети, я вас очень люблю, но я хочу, чтобы ты поменял свое мышление, чтобы хватит, откажись от этой, вот этой, знаете, состояния жертвы, все тебя ты такой несчастный, всю жизнь несчастный, хватит, жертва это гордыня, есть спасатели, жертвы, и спасатель, и жертва это гордыня, человеческая, а согласие с Богом меняет, я этот момент, я знаю, что такое, я жертвой была многие годы, и только недавно, нога освобождалась, и только недавно стала опять какую-то вещь муссировать, такая, да, и даже подумала, ух ты, какая я крутая все-таки, такой путь прошла, могу себя прям в образец сдать, это правда, но Бог смотрит на тонкости сердца и говорит, тебе не надоело быть жертвой, ты, по-моему, уже перегибаешь палку, там ты правда была жертвой, а сейчас ты уже Ольга великомученица, видишь, какой статус ты заняла, знаете, так интересно с Богом говорить, потому что сам себе не придумаешь, и вдруг он говорит, а я такая, о, точно, Ольга великомученица, можно молиться даже, икону сделать, и будут люди верить и получать, а у Ольги будет проблема, я сказала, нет, Господи, я не хочу больше смаковать это, не хочу, ты стал жертвой за меня, мы можем немного быть жертвой, но Он жертва за нас, и когда мы в этом прорастаем, то у нас проблема, мы берем его роль, когда мы в роли спасателя становимся, я такой, я спасаю, я все заботюсь, чтобы у тебя все было хорошо, да не о себе, не о нем ты заботишься, о своей гордыне, чтобы все смотрели на тебя и говорили, о, ляпота какая, смотри, как они живут, как у них все, о, смотри, гордыня, везде гордыня, сидишь с поникшим физиономией такой, и не можешь поблагодарить, как будто тебе не за что поблагодарить, а что это, гордыня, везде гордыня, из ушей, из ноздрей прет гордыня, назови это своим имяем и скажи, да надоело мне, я хочу, чтобы из глаз моих свет исходил, любовь, принятие, хватит, хватит абортировать Божье Слово в своей жизни, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, аллилуйя.